Синий щит накрыл Израиль. Там готовятся к приезду американского президента. Меры безопасности особо жесткие. Пробки ожидаются колоссальные. О чем Трамп будет говорить с израильским руководством, расскажет Сергей Услендер. Когда я писал текст этого материала, я все пытался подобрать сравнение, как же будут встречать в Иерусалиме Дональда Трампа. Так и не подобрал. Просто его будут встречать, как американского президента. Улицы увешаны флагами двух стран. В аэропорту красная ковровая дорожка, множество гостей. А меры безопасности такие, что просто не с чем сравнивать. Тысячи полицейских и сотрудников спецслужб сосредоточены в Иерусалиме. Город месяц прочесывали на предмет поиска возможных террористов. Там находятся подразделения спецназа, снайперы, кинологи, саперы. И все это не считая сотен американских агентов, которые уже прибыли и прибудут вместе с президентом. И даже гостиничный номер, в котором будет жить Трамп, особенный. Это номер бомбоубежища. Операция по обеспечению безопасности визита американского лидера получила кодовое название «Синий щит». Пять тысяч полицейских израильской полиции, пограничной полиции будут задействованы в мероприятиях, которые будут обеспечивать безопасность визита президента Соединенных Штатов Америки. В основном, конечно, все эти меры безопасности будут предприниматься в Иерусалиме. Президент будет посещать определенные места, которые, естественно, мы знаем. Это и по всей вероятности музей Ядвашем, и определенные места в старом городе, и стена плача. Поэтому вблизи всех этих мест будет определенное перекрытие улиц. Трамп прилетит в Израиль из Саудовской Аравии. Факт сам по себе любопытный, учитывая, что между двумя странами нет прямого авиасообщения, но для такой важной персоны все-таки сделали исключение. В Иерусалиме Трамп, помимо протокольных мероприятий и всяческих посещений интересных мест, собирается обсуждать с премьером Нетаньягу, а позднее в Вифлееме с Махмудом Аббасом, президентом палестинской автономии, пути выхода из Палестино-израильского конфликта. В частности, говорят, что он предложит прямые переговоры Рамалы и Иерусалима при непосредственном участии Белого дома. Кроме того, сам Трамп неоднократно подчеркивал, что собирается как бы перезагрузить отношения Америки и еврейского государства, учитывая, что в период президентства Барака Обама они переживали довольно сложный период. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.